И всем привет ребят, с Мистер Байк и с вами свой новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и сегодня вместе с вами мы обсудим одну очень интересную тему, информацию по которой я получил уже более месяца назад, но до нее все никак не доходили руки, но на сегодняшний момент времени наконец-то пришло время поделиться этой инфой и обсудить ее вместе с вами. Если вы ждали подобного рода видеоролик и вам вообще нравятся видеоролики связанные с разговорной тематикой, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунте скидки устанавливать личный так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшней темы разговора, то сегодня мы вместе с вами проговорим про саботаж, про саботаж в матчмейкинге и про саботаж, который работает в пробитвах. Как вы знаете, у нас есть в игре разделение про битв и матчмейкинга, про битвы на сегодняшний момент времени не сказать, что супер сильно актуальны, но все равно в них играет определенное количество игроков и играет довольно-таки активно. И здесь зарабатывают они свои кристаллы, зарабатывают опыт и формят какие-то вот такие вот интересные вещи, да, вот например даже здесь сейчас есть такая супер грабежечка на 4 часика, да, то есть ну и вообще в принципе таких каток большое количество в матчмейкинге есть интересных, которые ребята играют. Ну и что касаемо саботажа, то понятное дело, что если вы саботажите, за это вы должны получать что? Правильно, бан должны получать за нарушение правил игры. Но в правилах игры у нас есть очень интересная информация, связанная с саботажем, которую мне скинул Глеба Булыч и которая, ну максимально в моем понимании неправильно работает, ну и почему она так работает тоже непонятно, да. В принципе давайте перейдем к инфе, информация у нас связана с матчмейкингом и про битвами, то есть смотрим нарушения, за которые есть действия, которые делают виолаторы. Нарушения, за которые можно быть удаленным из битвы. Саботаж в матчмейкинговых битвах, сговор в матчмейкинговых битвах. То есть за это вы в матчмейкинговых боях будете удалены из битвы. То есть не получите бан, вас не затушат жестко, не дадут вам возможность вообще не зайти в игру, да. Вам просто, вас просто кикнут, да, просто кикнут из боя. И все, больше ничего вы не получите, абсолютно, от слова совсем. Но если такие же самые нарушения вы сделаете в про битве, за это вы получите блокировку аккаунта. То есть в матчмейкинге саботажить можно, и все, что ты в матчмейкинге максимум можешь получить, это кик из боя. А за саботаж в про битвах, изговор в про битвах, ты уже получаешь блокировочку аккаунта. Почему это так? С чем это связано? Для меня лично это абсолютно непонятно. То есть по сути, по сути, крипы в матчмейкинге могут саботажить и за это даже не получить бан. А есть еще и не крипы, есть еще чилы, которые специально, вот, например, у меня в последнее время появились такие ребятки, которые на стримах меня запикиваются снайпят и мне за мою команду мешают играть, да. То есть они мешают играть, то есть там перекрывают мне путь, там начинают в меня накидывать урон. Ну, не урон, а просто, типа, выстрелы пытаются мне там сбить, еще что-то сделать. И за этот саботаж им максимум, что могут сделать, это просто их удалить с боя. Я, честно, ну не знаю, почему это так, с чем это связано, да. Но, как по мне, это абсолютно, абсолютно несправедливая вещь, да. Абсолютно несправедливая вещь, потому что, то есть в про-битвах ты получаешь блокировку, и я с ней целиком и полностью согласен. Она так и должна работать, должна быть блокировка, но в матчмейкинге все за все те же самые нарушения ты только максимум удаляешься с боя. Просто удаляешься с боя, и все. То есть, по сути, данный пункт правил говорит нам о том, что можно саботажить в матчмейкинге, да, и за это не получить бан. Просто не получить бан за саботаж. То есть, мне челы мешают и получают только удаление с битвы. Но он получил удаление с битвы. Он взял, запикался в следующую катку, опять получил просто удаление с битвы, что ли? И все? Так он будет так до потери пульса пикаться и мешать. Если он будет максимум, что получать это удаление с битвы. Поэтому здесь должны быть какие-то дополнительные пункты, да. То есть, например, первый раз ты получаешь удаление с битвы. За повторное нарушение ты получаешь уже бан. За третье там еще больше бан. Четвертое еще больше бан. Бан и так далее, да. Я могу понять, если ты первый раз просто удаление с битвы получаешь. Но если ты на постоянной основе будешь получать только удаление с битвы и не получать бана. То в моем понимании это целиком и полностью неправильно. Да. Поэтому вот такие вот интересные есть правила. Интересные правила для размышления. Не я, да. Потому что многие, я уверен, что этого не знают, да. Не знали. Но теперь уже с выходом этого видеоролика узнают. Поэтому я надеюсь на то, что разработчики в этом плане исправят эту тему. И всех саботажников и игроков, которые играют в сговоре. Я не говорю сейчас про демку, да. Сговор это, например, там... Условно, типы, которые катают в штурме, да. Которые там не бьют, чтобы быстрее доставлять, да. То есть, ну и вот про этих, например, я говорю, да. Чтобы вот такие тоже получали бан. Но сговор, который в дем режиме, демка, чтобы она все так же работала, как и работала раньше, да. А то там был один момент, когда начали за демку вдруг давать какой-то сговор и блокировать. И я вообще абсолютно полностью не понимал, как это вообще работает. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Какие у вас мысли? Согласны ли вы с такими пунктами правил? Да, и считаете ли вы, что в матчмейкинге также должны давать блокировки аккаунтов? Если да, то обязательно поддержите данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и пишите все, что вы думаете по этому поводу. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.